Новости региона в эфире в студии Артемий Заварзин. Добрый день. Вот главная тема к этому часу. Новый поворот в деле о консессии Архангельского водоканала. Своё решение озвучил Октябрьский суд. Решается судьба второго терминала на морском речном вокзале. Прокуратура настроена решительно. Их ждёт большая сцена. В Архангельске завершился конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей. Суд признал законным консессию водоканала. Передачу предприятия частному инвестору утверждали депутаты городской думы. При этом прокуратура выдала отрицательное заключение. В надзорном органе считали, что согласование консессии не входит в компетенцию депутатов. И такое решение несёт риски для города. Однако Октябрьский суд в удовлетворении иска отказал. Напомним, консессия водоканала предусматривает 12 миллиардов инвестиций и перестройку сетей. В разы должно снизиться количество аварий и улучшится качество воды. Та динамика ухудшения ситуации с водоснабжением последние 8 лет, которая демонстрировалась, она показывала, что у нас просто нет этих 8 лет, чтобы дожидаться, пока водоканал выйдет из кризиса. Наша задача обеспечить качественное и надёжное водоснабжение. Сегодня дорога к этому открылась. Преобразования начнутся не сразу. Полгода уйдёт на все согласовательные процедуры. Коммуникации при этом остаются в собственности города. В Архангельске погасили часть уличных фонарей с увеличением светового дня. Количество работающих светильников уменьшено примерно на треть. При ухудшении погоды диспетчеры смогут включить их вновь. С прежней мощностью будут освещать только несколько крупных архангельских магистралей. Это улица Воскресенская, проспект Троицкий, набережная Северной Двины от ЖД Моста до Площади Мира и улица Советская в Соломбале. Бывшая глава Котловского района ознакомилась с материалами уголовного дела. Напомню, что её обвиняют в получении взяток, более полутора миллионов рублей, присвоении денежной премии своей сотрудницы и мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей. Предварительное следствие уже завершено. Обвиняемая вместе с защитником ознакомилась с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в прокурору для принятия решения в обращении в суд. Сейчас экс-глава Котловского района находится под домашним арестом. Своей вины она не признала. Борьба прокуратуры за снос второго терминала на морском речном вокзале продолжается. Напомним, здание начали строить в 2014 году. Уже через год строительство терминалов было признано незаконным. Одну постройку уже снесли. Судьба второй решится в суде. По новому договору его должны были перестроить, но прокуратура обнаружила нарушение в законодательстве. Прокуратура области в арбитражном судно-правленческого заявления о признании незаконным заключенным в 2017 году на три года администрации города Архангельска с обществом Контранс договор о аренде земельного участка для завершения строительства транспортно-пересладочного терминала в связи с нарушениями земельного законодательства при его предоставлении. Материалы дела готовятся к передаче в суд. К другим темам в Архангельске состоялось судебное заседание по громкому уголовному делу о кегастровских вандалах. По версии следствия, в январе 2017 года они осквернили захоронение северных летчиков. Пятеро злоумышленников украли с могил надгробия, изготовленные из лопастей авиационных винтов. Основное обвинение вандалам предъявляется по статье осквернении мест захоронения. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы. В настоящем судебном заседании объявлен перерыв, поскольку адвокатом одного из подсудимых заявлено ходатайство о назначении психиатрической экспертизы, поскольку он проходил лечение соответствующим заболеваниям. Следующее судебное заседание назначено на 13 апреля. На участке Троицкого проспекта от улицы Серафимовича до Карла Липнихта будет запрещен поворот налево. Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Дело в том, что автомобили, поворачивавшие налево, серьезно затрудняли движение и создавали пробки на этом участке. Потому теперь от Серафимовича до Карла Липнихта движение только прямо и направо. Соответствующие дорожные знаки установят предприятие «Горсвет». По новым правилам будут ездить уже с понедельника 9 апреля. Этому человеку возраст не помеха. 64-летний пенсионер из Пинниги покоряет вершины на самодельном сноуборде. Местный экстремал. Сам смастерил снаряжение из подручных материалов. Доска выполнена из обычной фанеры, а крепление из армейских ремней и пряжек. Сноубординг для Павла Корнева не дань моде. Этот спорт он открыл для себя еще в детстве, когда одна из лыж сломалась, пришлось катиться на той, что осталось. Говорит, так и приноровился. Сегодня пенсионер исполняет трюки, с которыми справится не каждый профессионал. А сейчас Павел Ильич готовится к открытию летнего сезона. Водный велосипед также сделан своими руками. В арсенале пеннижского экстремала есть даже настоящие BMX велосипеды, а в его гараже оборудована импровизированная площадка для катания с рампами для исполнения трюков. В Архангельске подвели итоги регионального конкурса юных эстрадно-джазовых исполнителей. Он прошел уже восьмой раз. Вот уже несколько лет в жюри именитый гость, народный артист России Игорь Бриль, знаменитый джазовый пианист, говорит, В Архангельск уже врос корнями, подготовку юных музыкантов региона оценил как достаточную. Конечно, если говорить о семилетних исполнителях, сейчас об этом трудно говорить. И мы даже пришли к выводу, что в этом жанре было бы лучше гораздо, если исполнители начнут показывать мое, скажем, мастерство, где-то начиная с 10 лет. Юным инструменталистам все же удалось доказать строгому жюри, в музыке они уже не дилетанты. Когда я решался на участие, мне немного было страшно, потому что я знала, что были сильнее меня. Но когда я занял первое место, я очень была рада. Некоторых участников конкурса жюри отметила особо. Им вручили сертификаты на право поступления в Архангельский музыкальный колледж без экзаменов. За подготовку лауреатов и дипломантов на гала-концерте поблагодарили и преподавателей. На экране вы видите контакты нашей редакции. Звоните и пишите. Мы всегда на связи. А я не прощаюсь. Скоро увидимся. 7 апреля в Архангельске во Дворце детского и юношеского творчества пройдут благотворительная ярмарка «Время добра» и концерт «Супергеройские истории» с участием коллективов «Росинки», «Страна чудес», «Добрый день», а также детей с инвалидностью из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Билеты спрашивайте в кассе учреждения. Собранные средства пойдут на постановку спектаклей, поддержку работы театральной студии для детей с инвалидностью, их участие в Международном творческом фестивале «Шаг навстречу». Приходите. Будет весело. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»